Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня ответить на вопрос, связанный с велосипедами. Меня спрашивают, как организована инфраструктура для велосипедистов, ездят ли люди на работу на велосипедах, как при этом одеваются, и, собственно, прочие подробности, связанные с велоспортом и велодвижением. Ну, начнем с того, что, когда вы со мной есть, вы, в принципе, можете наблюдать, что на улицах довольно-таки много велосипедистов. Единственное, что, поскольку горная местность, допустим, в Шербаке, в Монреале, то мне кажется, что для тех людей, которые ездят на длинные расстояния, для них это проблема поехать на длинные расстояния по такой гористой местности. Что касается инфраструктуры, то из них, пожалуй, я бы перечислил две. Самое интересное – это то, что практически во всех крупных городах, да и, в принципе, не в крупных городах тоже есть специально выделенные дорожки для велосипедистов. И велосипедисты очень не любят, когда по этим дорожкам идут пешеходы. Они так же, как и мотоциклисты, начинают ворчать, там тебе сигналить всячески, типа какого-то лешего идешь по той дорожке, которая для меня выделена. И второй момент – это то, что в крупных городах есть услуга по аренде велосипедов. То есть любой человек может подойти к специальной парковке с велосипедами, заплатить там за денежку за какое-то количество времени, которое он хочет арендовать в велосипед, можно взять этот самый велосипед в пользование и вперед в путь. Ты должен доехать до такой же парковки в другой части города, оставить этот самый велосипед на этой парковке, и, собственно, все. Либо другой вариант, подтверждая, что ты просто берешь, фиксируешь свою карту и номер велосипеда, время велосипеда, место велосипеда, где ты взял велосипед, и через какое-то время, когда ты уже накатался, ты его оставляешь в другом месте, в другом, в таком же парковочном месте, и из тебя высчитывается время, сколько ты реально проедешь. А теперь, что касается ездить, не ездить на работу. Если люди живут в пределах, скажем, 3-5 километров от работы, то очень активно ездят. По крайней мере, в даунтауне по утрам я вижу громадное количество велосипедистов, они вот такие вот непрекращающимся потоком, как бы не меньше, чем подобных автомобилей, едут в разных направлениях, и, собственно, все они одеты в рабочую форму, ну, в смысле, в нормальную цивильную офисную одежду. И к вопросу об одежде, как одеваются, я обратил внимание, меня сначала это очень поражало, то, что женщины, девушки едут в каком-то строгом деловом костюме на велосипеде и в кроссовках. Или там парни тоже одеты в костюмы какие-то и тоже в кроссовках. И как-то мне это бросалось в глаза, в том плане, что для меня это был какой-то культурный шок, как можно деловые костюмы женские, мужские сочетать с кроссовками. А потом я увидел, как девушка приехала в офис, поставила велосипед у входа, велосипеды запираются на замочки специальные такие, и она вошла в офис, который был застекленный. То есть там от потолка до земли было стекло. И я увидел, что она вошла в офис, в бюро, достала из-под стола, из-под своего бюро туфли, сняла кроссовки, поставила под бюро кроссовки, одела туфли, и, опс, получилась офисная красавица. На каблуках все как полагается, никаких там диссонансов, никаких там несочетаний одежды и обуви больше не было. Вот так. Что касается других людей, которые катаются в свое удовольствие для велосипеда, то они обычно одеты в обтягивающие какие-то шорты или какие-то длинные штаны в шлемах. Кстати, все люди едут в шлемах, да. То есть я обратил внимание, что велосипедистов без шлемов я не видел как-то. Все они едут в специальных шлемах велосипедов. И вот те, кто занимается спортом в свое удовольствие, для здоровья, они покупают вот эти вот обтягивающие шорты, там, не знаю, лосины, что это такое. Также шлемы, подлокотники, наколенники и вот. Собственно, что еще сказать. Часто они на себя одевают что-то сзади светоотражающее, чтобы по вечерам можно было беспокоиться, безопасно ездить. И существует громадное количество снаряжения специально велосипедного, как и, собственно, велосипедов на все вкусы, цветы и бюджеты, в спортивных магазинах, да и вообще в отдельно специализированных магазинах. То есть никаких проблем с этим нет. И инфраструктура построена таким образом, что велосипедист себя чувствовал равноценным, равноправным участником дорожного движения. Пожалуй, все на тему велосипедов, на тему моего велосипедного снаряжения. Надеюсь, вопрос ответил. Желаю вам всего самого хорошего. Желаю всем удачи, хорошего дня. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин